Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную программу «Подробно на Голосе Америки». Меня зовут Яна Гринблот. Каждую неделю мы обсуждаем самые главные события прошедшей недели. И сегодня мы поговорим об отмене пресс-конференции президента Дональда Трампа и группы по коронавирусу. Итак, каждый день на протяжении шести недель президент давал эти пресс-брифинги, уже ставшие привычными всем нам. Но на этой неделе он резко изменил виды, способы своего общения с прессой. И о том, какие новые методы общения с прессой, и как изменилось вообще поведение президента и медиа за весь срок его правления, мы поговорим с корреспондентом «Голоса Америки», ведущим программы «Дискуссия В.О.А.» Рафаэлем Сааковым. Рафаэль, привет! Ты в эфире! Спасибо, что присоединился к нам. Привет, Яна! Да, расскажи, пожалуйста, вот сейчас только что буквально прошел самый первый пресс-брифинг нового секретаря, нового пресс-секретаря президента Келли Маккеннани. Скажи, ты успел посмотреть хоть что-то из этого? Да, я как раз успел посмотреть, Яна, и действительно, ну, многие отмечают, что это, конечно, такое эпохальное событие, поскольку больше года с 11 марта 2019 года не было брифингов Белого дома, именно пресс-секретарей Белого дома со времен Сары Сандерс. Многие помнят Сару Сандерс, до этого Шона Спайсера. Конечно, многие успели соскучиться по таким брифингам, насыщенным, и в том числе на вопросы со стороны журналистов в Белом доме. Конечно, затем отчасти эти брифинги заменили, вот на протяжении последнего месяца брифинги рабочей группы по борьбе с коронавирусом, соответственно, президента Трампа и этой рабочей группы, представителей этой рабочей группы. Многие уже успели даже полюбить таких специалистов, как Энтони Фаучи, главу Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, а также доктора Дебору Биркс, координатора рабочей группы Белого дома. Но вот сейчас, кстати, уже на этой пресс-конференции с Кейли Маккеннени, которая была первой для нее в статусе пресс-секретаря, напомню, что Стефани Гришин за год пребывания в Белом доме так ни разу и не провела ни одного брифинга, и тем самым многие как раз ждали, что же будет от Кейли Маккеннени. И вот она вышла, и несколько тезисов я хочу сразу как раз обозначить. Во-первых, первое практически, что у нее спросили, а даже не спросили, а попросили, можете ли вы пообещать нам не лгать? На что она сказала, конечно, я обещаю не лгать вам, и я впоследствии объявлю о том, насколько часто будут проходить эти брифинги, но мы их обязательно продолжим. Она сказала, у нее спросили, как часто, какой у нее вообще доступ к президенту Трампу сейчас в период кризиса. Она сказала, что, например, сегодня я почти весь день не отходила от него, и до меня даже мои помощники и так далее не могли там ни дозвониться, ни достучаться. То есть, судя по всему, готовилась она к этому брифингу, опять же. Спросили о том, будут ли вообще продолжаться брифинги Дональда Трампа с рабочей группой по коронавирусу. Она ушла несколько от этого ответа на этот вопрос. Она сказала, что стратегия Белого дома сейчас заключается в том, чтобы штаты постепенно возвращались, имея в виду штаты, каждый в отдельности штат возвращался постепенно к жизни, экономика открывалась в этих штатах. И они говорят, что мы сейчас рассматриваем различные варианты от того, каким будет лучший путь для информирования общественности. Но при этом она сказала, что вот доктор Бирнс, доктор Фаучи, они участвуют в различных мероприятиях, вы их по-прежнему будете слышать. Но то есть она не сказала, будут ли они вот так же приходить в Белом доме на встречу с журналистами, в том числе с участием Дональда Трампа. Но она сказала, что встречи рабочей группы продолжаются, они происходят регулярно. И, конечно, сейчас для них приоритет вот как раз открытие постепенной экономики американской. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим зрителям, вы можете задавать вопросы. Вот есть, я не знаю даже вопрос или утверждение, но Владимир спрашивает, коллективный иск к Трампу за гибель людей. Как ты думаешь, будет ли такое? Коллективный иск к Трампу, то есть со стороны граждан США. Иски, в принципе, в Америке никогда не исключены. Конечно, никто не знает, на что и кто на кого может подать иск. Но в данном случае, конечно, несколько странно было бы думать, что может быть иск подан против конкретных президента Соединенных Штатов. Поэтому, ну опять же, исключать ничего в Соединенных Штатах Америки нельзя. Поскольку здесь действительно юридическое право, оно опять же ценится, как и свобода слова ценится. Поэтому, конечно, возможно все. Давай вернемся все-таки к прессе, потому что в это воскресенье будет День Свободы Печати. И, собственно, поэтому мы и затронули эту тему прессы. Вот в последние несколько недель появилось несколько сообщений о том, что советники Трампа советуют ему поменьше общаться с прессой. И может быть, вот именно они посоветовали ему отменить эти брифинги рабочей группы по коронавирусу. Как ты думаешь, с чем были связаны такие рекомендации? Ну, во-первых, мы знаем о взаимоотношениях президента США с представителями СМИ, с представителями, особенно СМИ, либерального фланга, демократического фланга, мейнстрим-медиа, как их называют, но и не все, конечно, не со всеми плохие отношения у Дональда Трампа, но тем не менее. И что хочется отметить, конечно, возможно, таким переломным стало обсуждение ситуации, которая возникла после брифинга рабочей группы вместе с Трампом 23 апреля, в прошлый четверг, в ходе которого глава отдела научных исследований Министерства внутренней безопасности США Уильям Брайан упомянул, что отбеливатель и спирт способны уничтожать коронавирус на поверхностях, но президент Трамп затем продолжил эту мысль и в весьма необычном ключе он предположил, что, возможно, вирус можно победить, в том числе, при помощи инъекций или других способов введения в организм этих дезинфицирующих средств. И чуть позже пришлось пресс-службе Белого дома распространить заявление, в котором они указали, что слова президента были вырваны из контекста и что Трамп всегда рекомендует консультироваться с медиками, гражданам США. Многие даже показывали, циркулировали по соцсетям вот видео с Деброй Биркс, тем самым врачом, координатором группы рабочей, которая присутствовала на пресс-контрессе и не скрывала своего удивления на этих словах Трампа. То есть, конечно, отчасти можно говорить, что они были не так вырваны из контекста, но он их произнес, и тем не менее, дискуссия такая, конечно, произошла, и это не понравилось Трампу. Он, конечно, в очередной раз сказал, что СМИ не так его понимают, не так интерпретируют. Предлагаю послушать сейчас, если мы можем, один из твитов Дональда Трампа в момент дискуссии о том, целесообразно ли проводить такие брифинги. Какова цель проведения пресс-конференции в Белом доме, когда журналисты задают только враждебные вопросы, а затем отказываются точно сообщать правду или факты? Они получают рекордные рейтинги, а американцы получают только фальшивые новости. Это не стоит времени и усилий. Да, да, Рафаэль. Итак, как ты думаешь, то есть у нас вот здесь есть уже вопрос, не изменилось ли доверие американцев к Трампу? Ну вот у нас нет индекса доверия, у нас есть рейтинг одобрения-неодобрения, и на 14 апреля, то есть еще до этих комментариев, рейтинг одобрения на самом деле упал с 49 до 43%, а рейтинг неодобрения вырос на 9%, с 45 до 54%. Однако уже на этой неделе этот рейтинг снова приблизился к показателям начала эпидемии, вот это, как это, хороводы вокруг флага, как называют эксперты это время, и тогда 49% на данный момент, по последним данным, одобряют действия президента, и 47% не одобряют. Да, совершенно верно, и Дональд Трамп, на самом деле это такие качели, и зачастую меняется это то в одну сторону, то в другую, эти показатели по тем же опросам Гэллопа, и вот Дональд Трамп сегодня как раз с радостью ретвитнул сообщение Стивена Денниса из агентства Bloomberg, который написал, что как раз по последнему рейтингу Гэллопа, по последнему опросу 49%, это плюс 6 по сравнению с последним результатом, и это равняется лучшему его результату Трампа, в принципе, по одобрению. 47% disapproval, то есть 47% неодобрения, рейтинг неодобрения, минус 7 по сравнению с последним опросом. То есть вот мы видим, насколько серьезно, плюс 6, минус 7, то есть действительно очень часто меняются вот эти данные по опросам, и, конечно, сложно сказать, насколько они действительно отражают нынешнюю ситуацию, и всецело в том числе говорят о том, насколько жители США поддерживают или не поддерживают те или иные шаги Дональда Трампа по отношению с точки зрения борьбы с пандемией. Ну, вообще, у действующего президента довольно сложные отношения с прессой. А насколько это вообще типично для США? Вот мне интересно, твои эксперты в программе «Дискуссия Виуэй», они говорили, что это очень важно, и действительно, даже наши зрители постоянно комментируют, боже мой, он же каждый день отчитывается перед страной, нам бы так. Но при этом, насколько это нетипично? То есть, может быть, у нас просто такое российское мышление, когда лидер появляется перед нами каждый день, и для нас это уже очень большое событие. А вот как в США? Насколько типично поведение нынешнего президента? Насколько оно типично для президента в США вообще? Ну, то есть, я бы здесь разделил, на самом деле, твой вопрос, Яна, на две составляющие. То есть, первое, насколько типично сейчас, в принципе, то, что Дональд Трамп проводил в течение вот этого месяца, 16 марта, более месяца, вот эти ежедневные брифинги, и это действительно показывает открытость администрации Белого дома, готовность, в принципе, говорить, информировать граждан своей страны, ну и в том числе, многочисленную, многомиллиардную аудиторию по всему миру, конечно, о том, какова ситуация по борьбе с коронавирусом в США. Хотя, тоже, добавлю, многие противники Трампа критикуют его и говорят, что на самом деле Дональд Трамп тем самым перед выборами президентскими, которые намечены в ноябре, пытается использовать эту ситуацию в свою сторону, и именно поэтому он якобы появлялся каждый день. Мы, конечно, точно не можем сказать, это вот полярные, как всегда, мнения звучат. То есть, кто-то говорит, что как раз хорошо, что он ежедневно отчитывается о проделанной работе, в том числе, рабочей группы по борьбе с коронавирусом, кто-то говорит, что это он использует, как, опять же, Трамп, известный шоумен, и он, конечно, хочет почаще общаться. Но, в принципе, если спросить его, может быть, он бы и не особо хотел бы каждый день, условно говоря, вот ходить в Белый дом, точнее, выходить непосредственно к журналистам, то есть в Белом доме-то он находится постоянно, но непосредственно выходить к журналистам, общаться. Вот ты сказал, и да, можно сравнить с президентом России Владимиром Путиным, который, на самом деле, за весь этот период только четыре, кажется, раза выступил с обращениями к гражданам России. Кроме этого, он проводит такие онлайн-брифинги с участием министров российского правительства, сидя в Новоогорёво, в своей резиденции. Но каких-то встреч мы не видим. То есть Дональд Трамп вот буквально сегодня встречался с губернатором Нью-Джерси, принимал его в Белом доме, проводил, опять же, встречу с рабочей группой, проводил мероприятие по, если я не ошибаюсь, по защите американских пожилых граждан США вот в период коронавируса. То есть на самом деле мероприятие проводится, встречается, а, условно говоря, Путина всячески оберегают. То есть нельзя сказать, что Трампа не оберегают. Наверняка люди проходят тесты, там тоже губернатор Нью-Джерси, прибывший в Белый дом сегодня, возможно, до этого прошел тест. Но тем не менее, но эти встречи происходят, мы их видим. С журналистами он общается, выходит и говорит. То есть, например, сегодня, опять же, несмотря на то, что брифинга Трампа не было непосредственно, он ответил на несколько вопросов после своих ремарк непосредственно на тему пожилых граждан США и после встречи с губернатором Нью-Джерси. У нас несколько вопросов есть. Да, Яна, это первая часть, первая часть. А вторая, насколько типично, если ты спрашиваешь, насколько типичны такие отношения президента США с прессой, то это уже немного другая получается история, поскольку, конечно, отношения, в принципе, главы государства с прессой не должны быть хорошими. То есть, это должны быть рабочие отношения. Другое дело, что насколько рабочими они остаются, то есть, насколько рабочими они позволяют, в принципе, быть обе стороны. Опять же, многие говорят, что президент Трамп, он реагирует на то, как задают ему вопросы, но многие ему не нравятся вопросы, он считает их чересчур враждебными, о чем он и говорил, и поэтому он в ответ якобы совершает нападки на журналистов. Но это, опять же, то, как посмотрят на эту ситуацию. Кто-то говорит, что и журналисты перебарщивают отчасти, представители нашего медийного сообщества. Но, как минимум, вот репортеры без границ насчитали 8 персональных личностных атак со стороны президента Трампа на журналистов тех или иных компаний за вот с момента начала вот этих ежедневных клиффингов с 16 марта. И это, конечно, тоже в определенной степени показать. Да, вот Аселбек спрашивает, Трамп теряет ли лидерство в мире? Как вы думаете? Ну, это, конечно, вопрос к политологам. Понятное дело, я не могу ответить на этот вопрос, поскольку говорить о том, теряет или нет политик лидерства в мире, это, конечно, удел действительно тех, кто занимается непосредственно изучением этих данных, непосредственно кто там геополитических опять же данных, если мы говорим о ситуации в мире, о роли политика в мире, того или иного лидера в мире. Но, тем не менее, к мнению президента США по-прежнему прислушиваются, и оно действительно очень многое значит, как-то, в принципе, исторически всегда было и есть, и, наверное, будет. Поэтому другое дело, что насколько сказались вот эти противостояния отчасти или недомолвки в отношениях президента США с союзниками американскими по тем или иным вопросам, в том числе по тому же климатическому соглашению. Конечно, как это скажется в дальнейшем, сложно сказать, но, по крайней мере, на данный момент как есть. Лилия написала, брифинги были вполне уместны, нельзя закрываться, как Путин, это признак слабости. Но можно ли сказать, что президент закрылся? То есть, он закрылся немного от прессы, но, на самом деле, в принципе, очень много, как ты уже упомянул, разных встреч и конференций и каких-то еще относящихся, событий, относящихся к работе над эпидемией. Да, смотри, Яна, возможно, тем самым, да, конечно, тут сложно сказать, что закрылся, поскольку, тем не менее, действительно появляется Трамп и сегодня, вот, как я уже говорил, вот эти события, которые были, возможно, тем самым советники Дональда Трампа, опять же, учитывают ситуацию с выборами, держат в уме ее хотя бы, поскольку, например, тот же Джо Байден, кандидат в демократические партии, на данный момент уже единственный и де-факто практически уже соперник Дональда Трампа по выборам в президентском ноябре, вот тоже использовал ту ситуацию со скандалом по поводу отбеливателей и опубликовал твит, который многие слышали, не могу поверить, цитата, что мне приходится это говорить, но, пожалуйста, не пейте, отбеливайте. То есть, какие-то вот такие слова, которые могут быть использованы против Трампа в дальнейшем, в том числе, в его избирательной кампании, хотят, судя по всему, его советники или политтехнологи, которые работают уже над его переизбранием, в его избирательной кампании, напомню, что здесь следует разделять, и даже вот Кейли Маккен, они сегодня, когда ее спросили о вопросе, который относился к избирательной кампании, к политическому, непосредственно, с точки зрения переизбрания, она сказала, что я хочу переарисовать ваш вопрос в избирательную кампанию, пожалуйста, обращайтесь туда. То есть, в Америке очень четкое деление по поводу того, кто чем занимается. То есть, условно говоря, работа Трампа в Белом доме нынешняя, это одно, а переизбрание, это уже другая история. Так вот, может быть, соответственно, представители его предвыборного штаба посоветовали как раз они советники именно в Белом доме непосредственно, меньше, условно говоря, реже, возможно, выходить к прессе и выступать, чтобы сократить, условно говоря, возможность таких каких-то фраз, которые, или комментариев, которые могут затем быть использованы против его, его соперниками, оппонентами. Да, бывший в газете New York Times бывший пресс-секретарь Джорджа Буша прокомментировал, что эти брифинги, когда ты находишься вот в этой комнате для брифингов, то там лучше находиться не больше 30 минут, и когда ты находишься больше 30 минут, говорит бывший пресс-секретарь, это как находиться на вечеринке после двух часов ночи, ничего хорошего уже не произойдет, то есть все вопросы будут уже достаточно жесткими, не относящимися к повестке дня и так далее, и так далее. Некоторые из этих брифингов были больше двух часов, и как ты думаешь, вот такой вопрос с хрустальным шаром, да, заглядывая в будущее, как ты думаешь, президент все-таки вернется к этому формату, или он уже на новом пути? И я напомню, добавлю тоже, Яна, что надеюсь, многие из наших зрителей могли наблюдать за этими брифингами в прямом эфире с русским переводом, как раз ты занималась этим, вот, и, конечно, кто-то говорит, что нет необходимости в таких ежедневных брифингах, трансляциях тоже, кто-то говорит, что это как раз хорошо, поэтому на самом деле сложно сделать прогноз, конечно, тем более в период пандемии, в период вообще большого кризиса прогнозы абсолютно неблагодарное дело, как и, в принципе, всегда, но говорить о том, что не вернется точно, тоже сложно, но, по крайней мере, то, что будет появляться реже, это факт, и при этом как раз-таки Трамп и не собирается закрываться, как я понимаю, вот он, на самом деле, сегодня объявили о некоторых его планах передвижения, в частности, вот впервые за время затяжного карантина вот этого он отправится в резиденцию в свой Кэмп Дэвид, а на следующей неделе даже планирует отправиться в штат Аризона, так что, на самом деле, неизвестно, кстати, будет ли непосредственно встречаться с избирателями или нет, но то, что отправится и проведет определенные встречи там, в штате Аризона, тоже это уже о чем-то говорит, вот, поэтому наверняка мы услышим и будем слышать в дальнейшем, ну и опять же, кроме заявлений Трампа, мы, конечно же, будем читать его Твиттер, не будем забывать, что все-таки Твиттер Трампа это отдельная СМИ практически, так что, через этот такой определенный пункт в его, конечно, деятельности, как Твиттер, мы, конечно, будем получать всю информацию также из Белого дома. Да, ну и некоторым телеканалам он дает такие, как Таунхол встречи, например, я так понимаю, в это воскресенье будет на Fox News будет вот такой Таунхол, я даже не могу подобрать эквиваленты на русском языке, такая встреча с избирателями и журналистами виртуальная на телеканале Fox News будет в это воскресенье, то есть, все-таки избирательно с определенными телеканалами президент будет продолжать общение с журналистами. И последний, тут такой вопрос от Виталия, на который, в принципе, мы, наверное, не можем ответить, но постараемся предположить, будут ли приниматься в США юридические акты о принудительной вакцинации населения? Опять же, это, конечно, зависит от многих факторов, во-первых, когда появится вакцина, во-вторых, какими будут решения непосредственно и советы рабочей группы Белого дома, опять же, о том, к чему все-таки медицинское сообщество, экспертное сообщество склоняется больше. Я уверен, что и в Белом доме, и руководители, губернаторы штатов по отдельности, они все, конечно, прислушаются к этим рекомендациям, поэтому, возможно, что будет принудительно, возможно, что это будет по желанию, опять же, может быть, это не будет принудительно, но при этом, если вы не пройдете вакцинацию, может быть, вы не сможете, условно говоря, добираться до работы своей или, например, там вылететь куда-то из страны или из города между штатами, например, совершить перелет. Поэтому, то есть, возможны варианты. Опять же, в данном случае приходится гадать и просто ждать, поскольку ситуация развивается довольно-таки стремительно и следует понимать, что, конечно, все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее побороть этот кризис и, несомненно, какие-то шаги, наверное, какие-то следующие меры мы узнаем в скором времени. Да, спасибо тебе, Рафаэль. Итак, мы будем следить за развитием событий. Да, я только добавлю про комментарии о прививках. Что-то запретить жителям США очень сложно, последует в любом случае на любой законодательный акт, последует, скорее всего, судебное разбирательство и так далее, поэтому поживем, увидим, как говорится. Ну что ж, Рафаэль, спасибо большое, мы будем следить за развитием событий и поздравляем всех с Днем Свободы Печати, который будет 3 мая. Да, ну и всем коллегам хочется, конечно, пожелать свободы слова, где бы вы ни находились, в какой бы стране вы ни были, ну и, конечно, будьте ответственны за то, что вы говорите, это тоже важно, то есть, учитывая то, что свобода слова, она, конечно, позволяет говорить и дает такую возможность, все равно нельзя, конечно, лгать и старайтесь, конечно, доносить достоверную, проверенную информацию. Да, ответственность никто не отменял. Спасибо большое, что были с нами, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok